И летом здесь не очень людно, а сейчас, в межсезонье, в детском парке лишь изредка можно встретить только одиноких прохожих. Но скоро все должно измениться. Будущий Диснейленд раскинется на площади 1800 гектаров. То есть он займет место и детского городка, и сквера поблизости, а также часть стадиона Металлург. За мной стоит ресторан Лесной, в нем будет располагаться ресторан Макдональдс. Кроме того, в расторгуевском Тимурском парке будут располагаться филиалы данного Диснейленда, и между ними будет соединена канатной дорогой. Скоро здесь будут развлекать гостей герои мультфильмов Диснея. А на месте старых аттракционов появятся американские горки, комната страха, джунгли, собственная железная дорога и другие развлечения. Сейчас здесь установлено небольшое колесо, но планируется, что колесо обозрения видно будет высотой 130 метров. То есть это чуть меньше, чем знаменитый глаз Лондона. Таким образом, с аттракционом можно будет увидеть даже Кремль. Некоторые объекты инфраструктуры продолжат функционировать в прежнем режиме. Например, клуб «Десантник» будет декорирован под крепость из мультфильма «Шрек». Из-за санкций решено, что оборудование для Диснейленда будет произведено в России. Например, детскую железную дорогу построят на знаменитом Уралвагонзаводе. Капсулы для одного из аттракционов соберут на лифтовом заводе в Щербинке. А железные спицы для колеса обозрения будет делать тот же подрядчик, что собирал конструкции для Крымского моста. Еще один положительный момент. Строительство Диснейленда никак не отразится на бюджете города. Возведение парка будет проходить за счет частных инвесторов. Бюджет проекта относительно небольшой. 20 миллиардов рублей. Сегодня, 1 апреля, мы провели заседание Ленинского отделения торгово-промышленной палаты и решили, что этот Диснейленд будет строиться исключительно на деньги предпринимателей. То есть город не заплатит ни копейки. Инвестиции планируют вернуть в течение двух лет. Несмотря на то, что строительство Диснейленда – это новые рабочие места и налоги в бюджет, в общественной палате к проекту относятся осторожно. Нужно понимать, что будет производиться вырубка зеленых насаждений. И во время строительства здесь будет, конечно, стоять большой шум, а вокруг у нас жилые дома. Это считается неправильно. Кроме того, когда будет построен Диснейленд, будет увеличиться, ну, трафик будет увеличен. Значит, надо будет подумать о пробках, о подъездных путях, о парковочных местах. На мой взгляд, этот проект требует значительной проработки. Мнение местных жителей также разделилось. Было бы здорово, если бы действительно был Диснейленд у нас видным. Нормально будет, я так думаю. Сейчас можно с детьми спокойно прийти погулять, сходить, там, я не знаю, даже белых тех же покормить бесплатно. А придешь, будет все это платное, даже вход, если будет платный, это будет отрицательно сказываться на посещении. Есть планы в связи с возведением Диснейленда строящееся здание на проспекте Ленинского комсомола перепрофилировать под гостиницу. Ведь наличие развлекательного парка превратит город Видное в настоящую туристическую Мекку. Планируется, что жители Видного при предъявлении паспорта с пропиской смогут посещать Диснейленд бесплатно. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.